Первые лица В студии государственного телевидения губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Доброе утро, Сергей Иванович. Работаем мы по традиции с губернатором только в прямом эфире 46 33 39. Это номер телефона, по которому вы можете звонить в студию. И сегодня он обещает быть горячим, потому что большую часть эфира как раз собираемся посвятить ответам на вопросы избирателей, жителей Ульяновской области. Я думаю, что мы практически всегда так делаем. По-другому, видимо, не получится, потому что то, что является для жителей Ульяновской области наказом, то является для них жизненно важным и необходимым. И порой решение каких-то чиновников либо об оптимизации, либо реорганизации вам приходится наводить в этом порядок. Видите, как мы научили даже вас, журналистов, этим сложным словам? Это не сложные слова, это жизнь, которая иногда заставляет возвращаться к тому, что уже было сделано ранее. Допустим, какая-нибудь закрывается участковая больница, и вам приходится... Ее оптимизировали, но через какое-то время приходится на этом месте строить новый ФАП. Какая же тут экономика, какая реорганизация, какая оптимизация? Это точно, я с вами целиком полностью согласен. Поэтому сейчас, благодаря вот и вашим сигналам, которые вы достаточно часто нам посылаете в рамках своих новостных передач или каких-то острых программ, и благодаря социальным сетям нам, слава богу, дают сегодня совершать значительно меньше ошибок. Еще раз назову номер телефона 463339. Вместе с нами во второй студии работает сегодня первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Сергеевич Тюрин. Его номер телефона 463361. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Павел Сергеевич Дегтярь 463340. И глава администрации города Демитровграда Вячеслав Геннадьевич Гнутов 463365. В течение эфира звоните и задавайте свои вопросы. Ну и, видимо, Сергей Иванович тоже будет призывать к ответу муниципальных чиновников. Спасибо. Как и вы заявили с самого начала. Интересно. В прошлый раз был руководитель города Ульяновск. Сегодня город Демитровград. А в следующий раз кто у вас будет, чтобы нам подготовиться заранее? Я знаю, что у нас был уже с вами Макаров. Это Инза. И сегодня из Инзы очень много вопросов. Видимо, тоже придется связаться с ним по телефону. Чердаклы у нас присутствовали. Не было у нас кого? Дальних районов. Южные. Давайте их пригласим. Николаевку. Давайте. Радищево. Недавно у вас была встреча с главой Радищевского района. Давайте. Хорошо. Сделаем обратную связь. Посмотрим, все ли так, как он вам докладывал в кабинете. Что скажут на это жители. Сергей Иванович, буквально месяц только прошел с начала Нового года. Но уже в Ульяновске и Ульяновской области есть открытые производства, в которые инвестировали средства инвесторы. Посмотрим сюжет на эту тему. А потом продолжим разговор о социально-экономическом положении Ульяновской области. Формы и штампы. Так расшифровывается название завода «Форж». Это современное предприятие с полным производственным циклом. Его продукция используется в строительной отрасли, плюс в автомобиле и авиастроении. Авиастар СП наш постоянный заказчик. Мы построили огромное количество оснастки для самолетов Руслана 124, 204 и модификаций Ил-476. На заводе расширят номенклатуру продукции за счет новых деталей. Сделают это с помощью обрабатывающего центра. Новый станок от чешской фирмы «Тремил». Это уникальное оборудование. У него 5 осей обработки и работает он с микронной точностью. Мы на протяжении уже многих десятков лет сотрудничаем с этой компанией, которая помогает нам по-настоящему чувствовать себя большим, одним из самых главных машиностроительных регионов в Российской Федерации. Не было бы этой компании, поверьте мне, не было бы у нас таких самолетов. И все же одним станком дело, похоже, не ограничится. Чешская компания уже изъявила желание дальше активно сотрудничать с 73 регионом. А все потому, что деловой климат в области на высоком уровне. Губернатор Сергей Морозов также проинспектировал строительство второй очереди наноцентра. Здесь, несмотря на морозы, ведутся строительные работы. Отставания от графика нет. Мне, конечно, хотелось бы посмотреть в ближайшее время вопрос о благоустройстве. Мы говорили о том, что здесь должна быть особая среда, чтобы здесь все чувствовали себя максимально комфортно. Да? Да, обязательно. Будем думать понемногу. В Ульяновской области на подходе другой знаковый инвестпроект. Недалеко от поселка Колхозный началось строительство ветряной электростанции. Здесь уже вкалывают свои бойки, активно ведутся буровые работы. Эдуард Истомин, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Еще, наверное, полгода, год назад некоторые сомневались о том, что в Ульяновске появится возобновляемая энергетика, то есть ветропарки. Сегодня мы уже видим сваи, через какое-то время ветряки, а там и энергия появится в розетке ульяновская. Ульяновская. Вы совершенно правы. Кстати, я обращаю внимание, Дима, и твое, и наших замечательных земляков, о том, что буквально на этой неделе президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, еще раз обратил внимание федерального правительства о том, что одна из самых важных задач, которая стоит перед правительством в этом году, решить проблему с возобновляемой энергетикой. Мы должны действительно ей серьезно и профессионально заниматься. И я с гордостью, когда слушал вот это поручение президента, говорил, комментировал своим коллегам из правительства о том, что мы начали этим заниматься. Мы уже заканчиваем ветроизмерение почти на 600 мегаватт. Значит, конечно, это пока мало. Нам нужно, как минимум, так сказать, мы поставили перед собой задачу не менее 1 гигавата сделать измерение. То есть нам сейчас нужно будет еще несколько десятков миллионов рублей потратить на то, чтобы, так сказать, провести ветроизмерение. Причем мы не только вокруг города Ульяновска, это и на юге Ульяновской области, на западе Ульяновской области меряем. Поэтому ветропарк, а мы рассчитываем в первую очередь, вот у нас откроется где-то ориентировочно в июне, ну максимум в июле месяце. А потом мы его будем строить уже по всей Ульяновской области. Я искренне надеюсь о том, что мы не только выиграем очередной конкурс на производство энергии из силы ветра в Российской Федерации, но одновременно мы начнем локализовать, локализовать, производить вот эти комплектующие для этих ветряков. Здесь у нас, в том числе на заводе Аэрокомпозит. Все для этого готово. Мы уже провели целую серию совещаний. У нас есть понимание, кто, какое производство, какой элемент будет это делать. Кто-то лопасти, кто-то будет вот эти гондолы делать, кто-то будет, так сказать, основания делать. А еще одна очень важная задача, которую мы поставили перед собой, это сейчас, в самое ближайшее время, с системой профессионального образования переработать программу для того, чтобы уже начали готовить специалистов, энергетиков, но уже с 21 века. И, естественно, это даст нам с вами возможность создать несколько тысяч новых рабочих мест по Ульяновской области. Совершенно другая заработная плата, совершенно другая колодия, совершенно другие перспективы для нас с вами. Потому что очень часто наши коллеги с вами по предпринимательскому сообществу говорят о том, что было бы здорово, если бы у нас электроэнергия была несколько подешевле, чтобы мы были конкурентоспособными. И я думаю, что это вот как раз поможет нам решить эту очень важную задачу. Сколько миллиардов рублей за счет инвестиций мы уже получили? Сколько рабочих мест создали? Какая там зарплата? Если вы так вот посмотрите на 2016 год, мы сейчас его в полном объеме анализируем, стараемся разобраться в причинах, стараемся разобраться в последствиях, которые можно было бы предугадать на 2017 год. И вот то, что нам государственные статистики дают, это более 90 миллиардов рублей. Сюда добавьте о том, что это уже на протяжении 10 лет такая идет тенденция. Начинали буквально с нескольких десятков миллионов рублей. Сегодня вышли почти на 100 миллиардов. Задача стоит в течение 2017-2018 годов выйти на 100 миллиардов. К 2021 году выйти на 110 миллиардов рублей. Я говорю только о прямых инвестициях, не государственных, не каких-то других. И это очень колоссальная сумма, потому что все они это умные инвестиции в большинстве своем. Это не инвестиции, хотя и в любом случае любые инвестиции они дороги. Но я еще, это не инвестиции, допустим, в нефтедобычу. То, чем вот есть, так сказать, у многих наших там соперников по этому экономическому соревнованию, там, в Сибири, там, в Поволжье. У нас нет таких вот огромных нефтеносных слоев, где мы могли бы, так сказать, добывать более легкие инвестиции. У нас машиностроение, у нас автомобилистроение, самолетастроение, у нас IT, у нас экспорт. Это вот туда, куда мы вкладываем свои инвестиции. Что касается рабочих мест, мы за прошлый год, благодаря инвестициям, как иностранным, так и российским, в том числе и ульяновским инвестициям, потому что мы продолжаем формировать наш предпринимательский климат, устранять барьеры административные, позволили нам создать в пределах 24,5 тысяч новых рабочих мест. И это один из самых крупных объемов рабочих мест в целом по Приволжскому федеральному округу. Не случайно мы по уровню регистрируемой безработицы в группе лидеров, мы вот в первую тройку входим уже на протяжении нескольких лет. И это не может нас не радовать, потому что, ну, я чуя за то, что это хороший сигнал нам всем, особенно нашим землякам, чтобы они не уезжали за пределы Ульяновской области, не искали там где-то, не знаю, где там вдали от семьи работу, и потом, так сказать, вахтовым способом ездили. В лидерах с меньшим показателем. С меньшим показателем, да. У нас всего там 3 тысячи с небольшим официально безработных, значит, при том, что у нас порядка 8 с небольшим тысяч вакансий. То есть мы можем устроить... Понятно, что вакансии разные. Есть с невысокой заработной платы, а есть и с заработной платы далеко за 40 тысяч. Поэтому я считаю, что здесь есть каждому, куда присмотреться. Ну и, конечно, вот я на этой неделе приводил большую встречу с нашим бизнесом, и мне понравился тот разговор, который произошел. Разговор у нас был достаточно конкретный и прямой. Можем мы выпускать конкретно способные товары или не можем. Не с точки зрения того, что пользуются они спросом здесь внутри Ульяновской области. Это, что называется, все понятно. Для нас крайне важно замерить конкурентоспособность с точки зрения, мы можем поставлять эти товары за пределы Российской Федерации. В Европу, в Китай, в Японию, в Индию. И когда я поговорил с представителем бизнеса, был приятно удивлен. Мы на сумму более 300 миллионов долларов направили в прошлом году за счет предприятий малого и среднего бизнеса. Я не говорю про крупники, механические заводы, автозаводы. Это понятно. Я говорю про этот сегмент бизнеса, который мы последние несколько лет учим торговать и помогаем им. Причем география действительно очень широка. Мне это, допустим, молодой человек докладывал, один из наших ведущих предпринимателей, который сейчас экспортом занимается. Он произвел высокую инновационную вещь, что-то похожее на ГЛОНАСС, для того, чтобы все это оборудование было вмонтировано во все автомобили. И уже начал поставлять эту систему, связанную с информационными технологиями, в Китай и в Индию. В очереди стоят. Это при том, что индийцы, ведь они тоже, так же, как и мы, очень большие доки в информационных технологиях. Сергей Иванович, для инвесторов важно, кроме того, что устранение барьеров, лояльность власти, налоговые послабления, еще и социальное самочувствие населения. Если инвесторы идут, значит, у нас этот уровень достойный. Но, тем не менее, я к началу нашего разговора вы выделяете большое внимание тому, что общаетесь с населением, реагируете буквально на каждый звонок, на каждое обращение в соцсети. Сегодняшний прямой эфир тоже там подтверждение. Для чего? Дим, ну, первое, еще раз говорю о том, что ради чего вообще мы все это делаем? Да, ради, конечно, того, чтобы нам с вами здесь было максимально комфортно. Чтобы нас, так сказать, не манил там берега каких-то зарубежных стран, для того, чтобы там провести время, или вообще, так сказать, уехать и там жить. Нет, конечно, это наша страна. Это наша родина, и мы хотели бы, чтобы здесь было комфортно нам. Но, с другой стороны, мы всегда, и этим очень серьезно отличаемся от многих наших партнеров, всегда с большим уважением относимся к людям, которые приезжают к нам жить, торговать, сотрудничать. И поэтому мы стараемся сделать здесь у нас климат настолько миролюбивым, настолько комфортным со всех точек зрения, насколько можем только вот для себя представить. И это, естественно, хорошо сказывается на том благополучии, которое у нас есть. Я еще раз говорю о том, что хорошо знаю ситуацию в регионе. Я понимаю и знаю о том, где, на каких предприятиях работают неполную рабочую неделю. Я хорошо знаю, где, на каких предприятиях работают наоборот семь дней в неделю. Вот я буквально вчера собрал представителей больше десятка крупных, средних предприятий и проговорил с ними. Ну, хорошо, вот сегодня, допустим, не все имеют желание работодать или создать профсоюзные организации. Хотя я считаю то, что они совершают большую ошибку, потому что легче всего взять, отгородиться и сказать о том, что я буду в кабинете смотреть на себя в зеркало и говорить о том, что как классно мы живем. Ну, это большое заблуждение. А вот когда у тебя будет партнер, который будет тебе говорить о том, что ты знаешь, не все так хорошо. Ты посмотри другими глазами, с другой точки зрения о том, что есть проблемы в коллективе. И вот эта попытка избежать вот такого откровенного разговора приводит многие предприятия разной формы собственности, прежде всего, конечно, небольшие, к достаточно плачевным последствиям. Там начинается, так сказать, возрастать там теневая экономика, там начинается, так сказать, появляться элементы выплаты в конвертах заработных плат, там появляются элементы, когда, так сказать, людям по больничному не платят, и вообще социальной ответственности перед людьми не ведут. Вот я проводил вчера прием по личным вопросам, там пришли ко мне многие люди с своими бедами, когда я очень часто говорил о том, что да не волнуйтесь, конечно, поможем там ребенку, поможем, так сказать, вам, поможем там в решении вашего вопроса. Но вторым вопросом всегда задавал, а как работодатель-то, или там ваш, или вашего супруга? Я очень часто слышал, да никак, никто не интересуется о том, что там ребенок инвалид и болеет, тут, скажем так, проблемы в семье, и это плохо. Здесь вот поэтому приняли решение создать большой совет трудовых коллективов, и это даст возможность нам с работодателями и советом трудовых коллективов выстроить по-настоящему социальную ответственность. А это все, в свою очередь, как раз будет хорошим сигналом к нашим, в том числе, инвесторам, как российским, так и иностранным, потому что все сегодня смотрят не только на то, как мы будем давать разрешение, в какие сроки, как мы будем, так сказать, помогать с прохождением, в оформлении документов. Все где-то более-менее у лидеров, по крайней мере, одинаково. Сегодня очень важно, вот этот стандарт дружелюбия есть в регионе или нет. Вот это одна из самых важных задач, которые мы в ближайшее время будем решать. И, конечно, мы будем, я обратил внимание, вот, допустим, китайцы, они народ такой древний, они очень вдумчивые и очень внимательные, они стали как в последнее время работать. Они, если раньше они приезжали, сразу встречались с представителями власти, в том числе и просились ко мне, как к губернатору, то сегодня многие иностранные компании, китайские, прежде всего, присылают сюда на несколько месяцев своих разведчиков, которые просто живут, которые, я уже говорил о том, что ходят в рестораны, которые ходят в гостиницы, которые слушают вас, которые читают сети, будь то Фейсбук, там Твиттер, там ВКонтакте, Одноклассники, все равно где, значит, и смотрят, есть реагирование страны власти, есть диалог, есть контакт или нет. Мне приходилось уже с несколькими общаться, которые, инвесторами, которые приняли решение прийти в Ульяновскую область, и я спрашивал, я слышал бы, уже почти там приняли решение, что вот в такой-то субъект Российской Федерации решили заходить, они говорят, да, приняли. Экономически нам хотелось туда прийти, потому что там рынок больше, там логистика лучше, но придем к вам. Почему? И ответ вот тот, который мы говорим, потому что им нравится социальное самочувствие здесь, в Ульяновской области. Формат жалоб переходит в формат сотрудничества. Да, кстати, я вчера вот тоже вот на вас посмотрел, вы очень часто, я смотрю, используете в своих подходах работу социальными сетями и предложил администрации, губернатора подумать о том, чтобы в ближайшее время мы изменили систему прямых вот таких разговоров, моих приемов по личным вопросам, и будем использовать в том числе возможность людей не приглашать ко мне в кабинет, а прямо вот в социальных сетях проводить такой прием по личным вопросам. Понимаю, что, конечно, куча будет вопросов, понимаю, что будет где-то даже жесткое, может быть, где-то даже граничное, граничное на грани там хамства, какие-то комментарии, ну и что, ну и ничего подобного, сложного такого нет, значит, перетерпим, самое главное решить вопрос и понять проблему. Ну, я эти слова уберу за рамки эфира, наверное, они все-таки здесь были. Итак, об активных жителях Инзы. На улице Савдовая в Инзе практически на проезжей части висит сломанное дерево. Оно находится рядом с автобусной остановкой на тротуаре при сильном ветре может упасть на дорогу, машину или, дай бог, человека. Кого потом винить, с кого спросить, почему в городе за этим никто не следит, почему не убирает такие деревья. Это из сети? Да, это из социальных сетей. И еще один вопрос из города Инзы. Когда уже на улицах Смирнова и Набережная будут чистить снег. По всем низам трактор проходит, а за улицу Карабанова как будто никто не отвечает и никто там не живет. Вот такие вопросы, Сергей Иванович, из соцсетей. Хорошие вопросы. Я обязательно, конечно, уже и в понедельник этот вопрос пообсуждаю на аппаратном совещании. Я просил Александра Чечепухина, который у нас сегодня курирует в правительстве вот выстраивание нового формата взаимоотношений с жителями нашего региона, что мы начинать будем и стараться в рамках аппаратного совещания очень часто возвращаться к тому, о чем говорят люди, о чем журналисты говорят, для того, чтобы, если главы пока не выстроили таких комфортных отношений по общению, то, по крайней мере, из моих уст слышали, слышали, что происходит. Дим, ну, вы современная государственная телерадиокомпания, а есть возможность как-то вот нам вывести на прямой эфир руководителям? Макарова? Да. Ну, давайте попробуем попросить наших помощников, чтобы они это сделали. Если возможно, соедините нас, пожалуйста, с Макаровым. Пока это происходит, Сергей Иванович, еще один вопрос из Инзы в Пазухино. Опять же, не возили газ. Что это за безобразие? Мы, пенсионеры, ехать за газом нам нечем, обещали возить и в предпраздничные дни, но до нас опять не доехали. Звоним в службу, говорят, машина вышла, куда можно пожаловаться, чтобы этот обман прекратился. Кто знает, ответит. Ну, я хотел бы сказать о том, что вот предыдущее министерство жилищно-коммунального комплекса не очень эффективно сработало в предыдущий год с нашими коллегами и с Минэнергетики Российской Федерации, и с ТАКНЕФТЁ, значит, которая отвечала за поставку газа к нам сюда, в Ульяновскую область. Поэтому мне пришлось в конце прошлого года несколько раз посылать Тюрина и в Москву, и самому подключаться с министром, разговаривать о том, чтобы к нам отнеслись более лояльно и дали возможность по ходу исполнения года все же увеличить объемы вот этого баллонного газа, который мы могли бы сюда поставлять. Вы помните, вы несколько раз критиковали действия властей разного уровня региональных и муниципальных о том, что газа нет, стали приезжать, так сказать, с супердорогим газом. К тому же, еще, так сказать, в ряде случаев мы зафиксировали, что баллонный газ был там наполовину с водой, с конденсатом, и это раздражало тоже достаточно серьезно людей. А есть сегодня компании, где гарантируют качество? Есть. Мы отработали, у нас есть такая компания Ульянск Центрогаз и Газнефтесервис. Это вот две компании, которые сегодня отвечают в полном объеме перед государством за поставку вот этого баллонного газа. Если можно, я видел, там вы представляли, о том, что там Тюрин у нас есть, мы могли бы, так сказать, Андрея Сергеевича еще раз попросить, и он бы, может быть, даже более профессионально сказал, какова ситуация сегодня на 2017 год. Хорошо, Сергей Иванович. Он мне докладывал о том, что проблем у нас в этом году не будет. Сейчас мы подготовим Тюрина и Макарова наберем. Александр Иванович, вы нас слышите? Да, да, конечно. Александр Иванович, ну, я не знаю, я надеюсь, что вы слышали прямой эфир и слышали тот вопрос, который задают ваши земляки из вашего малинового края. И, конечно, неприятно слышать о том, что такие достаточно пустяковые вопросы, но одновременно раздражающее население никак не решает местная власть. Либо, я так понимаю, городская власть, но все же вы руководитель районного уровня, вы практически человек, который ежедневно общается со мной и знаете мои требования. Скажите, пожалуйста, когда мы решим эту проблему, а вообще в целом, почему такая проблема? Что у нас нет возможности ежедневно смотреть, что говорят люди в соцсетях, нет возможности объезжать город, населенные пункты и сразу принимать решения? И когда вообще еще раз говорят о том, что будет наведен порядок вот под тем вопросом, который только что сейчас Дмитрий обозначил? Сергей Иванович, еще раз добрый день. Информацию в соцсетях мы отслеживаем и в общем-то она у нас уже имеется, что касается улиц Садово и Дерево, с учетом сегодняшнего дня и этих дней низкой температуры, у нас, к сожалению, пока автогидроподъемники они не работают, но еще здесь, Сергей Иванович, дайте нам день-два для того, чтобы мы посоветовались, это не совсем там сухое дерево и чтобы у нас от соседей не исходили эти вопросы с вашего разрешения. Давайте мы с вами договоримся, вот вы посоветуетесь сегодня, а завтра мне уберите это дерево, пока оно, так сказать, действительно не обрушилось кому-то на голову. И мне завтра скажете, все равно мы каждый день с вами разговариваем, пожалуйста. Александр Иванович, не отключайтесь, пожалуйста. Еще один вопрос, коль вы уже на связи из Инзы, сразу мы вам... Жители Инзы возмущены заброшенными катками. Состояние ледовых площадок в Инзе сегодня вызывает большое негодование со стороны местных жителей. Они обвиняют власти в том, что в городе не организовали спортивный досуг молодежи. В новогодние каникулы в Инзе не расчищен ни один ледовый каток. Школьники не могут вечером даже покататься на коньках. Даже был печальный случай. Вот пишут, что кто-то из школьников сломал ногу. Хоккейная коробка, подаренная самим третьяком территории городской школы номер один. Здесь снега навалена чуть ли не по колену. Почему такое происходит, не понимают даже бывшие служащие городской администрации. Спасибо за вопрос. Что касается катков, насколько вы знаете, не знаете, у нас четыре катка на территории города Инзы. по части катка рядом со второй школы у нас закреплены депутаты законодательного собрания, можно его спросить. На сегодняшний день почищено. Вчерашний вечер уже доложили о том, что огромное количество народа было. И по первой школе, что подарил Владислав Третьяк, то же самое. На сегодняшний день отчетность есть, мы это контролируем, каток почищен и люди прибывают. Был период, когда у нас много было снега, да, был период, может быть, это чуть-чуть запоздавшая информация, поэтому здесь катки мы отслеживаем, у нас есть ответственные, ну и Сергей Иванович знает о том, что я и сам бывший хоккеист еще продолжаю участвовать в этих баталиях, поэтому для меня эта тема очень близка и болезненно, поэтому все мы отработаем, все почистим, если вдруг где-то там какие-то вопросы, пусть они Александр Иванович, ну вот мы точно постараемся сегодня по итогам прямого эфира, я думаю, что нам коллеги и журналисты разрешат обратиться еще раз к жителям Инзинского района, чтобы они нас проинформировали не только по городу Инзу, а в целом, так сказать, и по вашим поселкам и населенным пунктам, где, в каком состоянии находятся спортивные объекты, и об этом в понедельник поговорим. Ну, я теперь знаю, на каких площадках Бакаров в ближайшие дни будет в хоккей играть. Спасибо. Я жду завтра информации. Сергеич, от всего землячества вам привет огромные. Люди в свои съехались, мы встречаем. Второй съезд скоро начинает работать, Сергеич, землячество. Спасибо. Передавайте им огромные слова. Благодарность за то, что они приехали. Спасибо, Сергеич. Спасибо. Я прошу режиссера включить нам вторую студию, потому что вопрос, который мы адресовали Андрею Сергеевичу Тюрину, касается привозного газа. Как с этим сапсадет дела? Что и по Пазухина, и в целом по области, как решается этот вопрос? Андрей Сергеевич, будьте любезны, положите трубку. Вопрос по привозному газу. Да, добрый день, уважаемые жители Ульяновской области. На сегодняшний день у нас заключены два долгосрочных контракта на первые полугодия 2017 года, в соответствии с которым ежемесячно в регион будет поступать 300 тонн баллонного газа. Сегодня с компанией «Газнефтесервис» заключен договор. Она является у нас аккредитованной организацией, которая имеет право поставлять газ во все муниципальные образования. На сегодняшний день определена норма 10,5 килограмм на одного человека в месяц. И такое количество газа может быть по определенной цене. Это 554 рубля будет стоить один баллон. Мы уже сейчас ведем переговоры и с поставщиками газа, и с Министерством энергетики Российской Федерации для того, чтобы уже и на второе полугодие быть обеспеченным газом в баллонах. Поэтому сегодня по заявке глав муниципальных образований, глав поселений в эту организацию есть расчет на муниципальные образования, в какое село, сколько необходимо баллонного газа. Поэтому, уважаемые жители, для того, чтобы быть обеспеченным баллонным газом, ваши руководители сельской администрации должны, соответственно, на месяц вперед подавать заявку в муниципалитет, и мы уже будем контролировать, как газоснабжающая организация будет выполнять этот развоз по территории региона. Спасибо, Андрей Сергеевич. Сергей Иванович, ну, я напомню, что сбор наказов избирателей в том числе проходит и с помощью телевидения. Спасибо. Один из конкретных примеров того, как мы с вами здесь, в прямом эфире, решили вопрос Нижней Тимирсианской больницы. У нас на этот счет есть сюжет. Посмотрим, пожалуйста. Наказы избирателей собираются в том числе и с помощью телевидения. Почти год жители трех сел Цельницкого района сначала отстаивали участковую больницу, а потом попросили открыть аптеку. Многие ответственные лица входили в положение, обещали, но вопрос не двигался с мертвой точки, пока в ходе прямого эфира он не попал к губернатору. Мы обязательно решим этот вопрос. Сегодня Нижняя Тимирсианская участковая больница исправно принимает пациентов. По программе «Земский доктор» после окончания университета сюда приехал молодой терапевт. Она и ведет прием и возглавляет больницу. Население у нас 2450 человек. В месяц мы обслуживаем примерно около 200 людей, это точно. Койки у нас и заняты, все четыре койки. В дневном стационаре у нас обслуживаются. Прием у нас ведут участковый терапевт, педиатр участковый, ну и стоматолог. Только сейчас он в декрете. Работает у нас лаборатория, ежедневно у нас берут анализы, кровь, мочу, сахар крови, биохимию. Берем прямо здесь, пробирки отправляем на скорой помощи, ведем диспансеризацию ежемесячно. Обслуживается по 30-20 человек. Необходимые лекарства теперь можно купить в селе, а не наказывать детям, чтобы привезли из города. Физиопроцедуры также в своей больнице. Для пожилых сельчан очень важно лечиться рядом с домом. Давление 200 больше было. Все пока нормализовалось. Нормально. Спасибо врачам. Нормально. И ехать далеко не пришлось. И лекарства рядом, да? Да, и лекарства. Здесь аптек есть. Можно. Спасибо. Морозову, что не закрыли. И еще надо работать в этой больнице. Мы все деревни старые. Вот. Обязательно нужно здесь лечить всем. Благодаря за сохранение больницы не только пациенты, но и медицинский персонал некоторые отработали здесь по 25 лет. Учреждение стало родным, помогло многим тимирсианцам, поэтому и просят его модернизировать в ногу со временем. У нас одна проблема в том, что у нас машина, скорая помощь старая. Надо вот как-нибудь вот насчет скорой помощи решить задачу. Остальное все мы довольны. И работа у нас сохранилась, и больница мы довольны. Большое спасибо и низкой поклону Сергею Ивановичу. Автомобиль ульяновского производства. Не очень и старый. 9 лет. Но все это время он интенсивно использовался как карета скорой помощи в Ульяновске. А Нижнятимирсианская больница, напомню, обслуживает три села. Транспорт случается, жизненно необходим. Сергей Пузиков, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Сергей Иванович, вот такие жители Цельненского района одной рукой говорят спасибо, а другой еще протягивает руку помощи. Возможно помочь? Все правильно. Спасибо большое. Но я сразу хочу сказать о том, что постараюсь через неделю побывать в Цельненском районе. В том числе заехать еще раз и посмотреть сам, самому увидеть, что там произошло. В том числе, конечно, порешая вопрос с приобретением автомобиля. Кстати, хочу еще раз о вас проинформировать и проинформировать жителей Ульяновска, в Ульяновской области. Мы достаточно активно продолжаем реализовывать программу «Земский врач». И нам удалось, в общем-то, в большинстве с вами снять проблему наличия врачей узкой специализации в сельской местности. Хотя еще программа будет действовать как минимум в 2017 год. Параллельно мы запустили ряд своих программ. Это «Земский фельдшер». И сейчас очень активно параллельно с тем, что мы сейчас вот за прошлый год почти больше десятков новых ФАПов построили и привели в идеальное состояние. В этом году в два раза больше будет построено этих ФАПов. Мы из регионального бюджета выплачиваем 500 тысяч рублей фельдшеру, который изъявит желание качественно оказывать медицинскую помощь на селе и переезжает туда. Параллельно мы увидели о том, что есть большая проблема с тем, что не во всех районах есть хорошо подготовленные медицинские сестры. Мы запустили программу «Земская медсестра». Ну и побывав на этой неделе в Новоурьямске, я обратил внимание еще на одну проблему, тоже кадровую проблему, потому что малые города, у нас их порядка пяти малых городов, оказались как бы так за рамками этой программы, потому что все эти программы рассчитаны на сельские населенные пункты. Поэтому принято решение, я дал поручение, и мы об этом будем говорить уже на следующей неделе с Министерством здравоохранения, разработать очень быстро, в течение буквально февраля месяца, новые подпрограммы, которые позволят нам обеспечить, беря за основу то, что мы делаем для села кадрами и центральной районной больницы малых городов. Это и Новоульянск, и Сенделей, и Барыша, и Инзы, и ряд других городов. Ну и, конечно, это тоже не все. Вот вы задали вопрос бабушке насчет лекарства. Хочу сказать о том, что мы создали большой совет по контролю за лекарственное обеспечение, потому что в прошлом году и вы, и коллеги ваших средств, неоднократно поднимали. Поэтому сейчас в таком вручном режиме контролируем ситуацию с лекарственным обеспечением. В общем-то, практически все вопросы решили, там есть небольшие шероховатости, но я думаю, что сейчас их тоже устраним. Торги проведены, лекарства уже начали поступать в Ульянск области, здесь, надеюсь, в этом году не будет проблем. Более того, мы приняли решение через фармацию увеличить количество аптек. Вот уже здесь, в городе Ульянске на Шолмово открылась очередная аптека. В этом году будет в ряде сельских населенных пунктов открыта в городах и в том числе за пределами Ульяновской области. Мы говорили о том, что создавая государственную фармацевтическую сеть фармации, мы будем стремиться не только развивать ее внутри Ульяновской области, но и будем завоевывать место под солнцем и в других регионах Российской Федерации, в том числе входящих в приложение федерального округа. Ну и, конечно, в самое ближайшее время мы откроем ряд новых лечебных учреждений, профилактических учреждений. Например, я вчера провел встречу с нашими строителями и министром здравоохранения по открытию центра связанного с женским здоровьем на улице Корсунской, бывший роддом номер один. Кроме этого, мы приняли решение о выделении почти 100 миллионов рублей на Ульяновской центральной районной больницы. Причем уже первые, так сказать, 15-20 миллионов рублей будут направлены в этом году, а вторая часть пойдет уже в 2018 году, чтобы люди в Новоульяновске увидели о том, что поликлиника будет и потом стационар будет соответствовать сегодняшним требованиям. Конечно, мы приняли решение и в этом году порядка от 50 до 100 миллионов рублей будет направлено на женское и детское здравоохранение за Волгой. Это новый город, верхняя терраса и нижняя терраса. И, прежде всего, конечно, мы хотим привести в достойное состояние, чтобы нам с вами не стыдно было, тем более женщинам было комфортно. Это вот то, что у нас есть огромный больничный комплекс на Сурово. Мне кажется, это тоже будет очень хорошо. Ну и, конечно, мы будем приводить в дальнейшее замечательное состояние все, что касается медицинской части на нижней террасе. Ну и параллельно мы, конечно, будем развивать еще несколько направлений. Это все, что связано со здоровьем людей пенсионного возраста. Это вот социально-реабилитационный центр в языковом мы откроем. И, конечно, мы большое внимание будем уделять в этом году школьной медицине, школьному здравоохранению. Сергей Иванович, режиссер подсказывает мне, Ольга Байчук, что у нас есть звонок в студии. Алло, мы вас слушаем. Назовите себя и задавайте вопрос губернатору. Доброе утро. Меня зовут Наталья Сергеевна Баранова. Я директор Холстовской школы Павловского района. И у меня не вопрос, а я хотел бы поблагодарить губернатора нашего. Недавно в нашей школе по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова был проведен ремонт. Была полностью заменена кровля, заменены несколько окон и входная дверь. Это была действительно необходимая помощь кровля протекала в нескольких местах. А в этом году запланирован ремонт спортзала, посадок, отмостки, крыльца, замена всех окон. Вы знаете, просто какая-то сказка, которая начала сдуваться. Уважаемый Сергей Иванович, от лица наших детей, родителей, коллектива школы, односельчан, выражаю вам искреннюю благодарность за то, что вы помогли нам. Спасибо за то, что в наше такое тяжелое в экономическом плане время вы изыскиваете возможность оказать помощь таким небольшим школам. Дети знают, что для них делаются необходимые. Добрые дела не останутся незамеченными, они являются огромным примером для подрастающего поколения. Пусть ваша доброта, ваша помощь вернутся вам с торицей, пусть на вашем пути встречаются только хорошие люди и у вас будут только хорошие новости. Спасибо за ваше старание и труд. Желаю побед, не сдаваться перед новыми трудностями и дай Бог вам дальнейшего процветания. Наталья Сергеевна, спасибо большое. Надеюсь, вы помните о том, что мы с вами должны еще будем и спортивную площадку привести в хорошей стадии, которая рядом находится с вашей школой. Ой, здорово! Наталья Сергеевна, вот помогла мне сформулировать очень хороший вопрос. В это трудное время, когда люди очень внимательно считают деньги, даже в течение сегодняшнего эфира загибаем пальцы. Это школа, инза, снег почистить тоже нужны деньги, сниснить дерево тоже нужны деньги, газ привезти тоже нужны деньги, больницу в Нижнем Семерсианах содержать тоже нужны деньги. Как вы определяете приоритеты? Дим, ну, конечно, с одной стороны, надо честно сказать, опять же, возвращаясь к самому первому вашему вопросу о том, каковы результаты у нас работы, я хочу сказать о том, что вот эта инвестиционная деятельность, вот эта программа, связанная с модернизацией действующих предприятий, вот эта программа, связанная со снижением административных барьеров, когда у нас сегодня уже, допустим, для подготовки межевого плана хватает 10 дней, и больше 10 дней запрещено, так сказать, чиновникам работать по этому направлению, они должны успевать, что за оформление технологического присоединения к электросетям тоже не больше 10 дней. Все это, конечно, вот в Кубе там большая работа чиновников дала нам возможность существенно увеличить региональный бюджет такой консолидерный. Ну, так и еще, для понимания всем коллегам, всем нашим землякам, мы за 16-й год с вами заработали, территория же не увеличилась, скажем так, только количество предприятий увеличилось, количество субъектов, малого предпринимательства увеличилось, но заработать плюсом 9,5 миллиардов рублей. Это такими темпами только может похвастаться Ульяновская область, ну, и еще буквально, так сказать, там Крым, республика, которая там сейчас тоже бурно развивается. Это за 16-й год. За 16-й год, да, там, ну, и еще, так сказать, буквально там 1-2 региона. У нас по Волжье, так сказать, этим может похвалиться, так сказать, в Ульяновской области Татарстан, который вот таким вот образом укрепляет свою финансовую устойчивость. Конечно, классно, уже почти под 50 миллиардов рублей бюджет Ульяновской области. Это не те, так сказать, там 9 миллиардов, которые были буквально, так сказать, несколько лет назад. Мы в этом году, кстати, рассчитываем, вот мы проводили вчера большое, серьезное обсуждение, где у нас какие есть еще резервы, и нашли эти резервы. Планируем не снижать темпы нашей финансовой устойчивости. Я думаю, что мы заработаем еще, скажем так, не один миллиард. Кстати, вот в том числе и во взаимодействии с нашими федеральными коллегами, с федеральным правительством, вы знаете о том, что вот мы внесли предложение от правительства в законодательное собрание почти на 2 миллиарда рублей дополнительных расходов, которые в самое ближайшее время региональные бюджеты и муниципальные бюджеты понесут. И вот отвечая на ваш вопрос, а как вообще определить, куда? Мы поэтому все больше и больше, так сказать, начинаем использовать современные технологии, так сказать, наши новые проекты, там профессиональные гражданины, открытые правительства, спрашивать у людей. Друзья, вот смотрите, вот количество проблем, которые есть, а их меньше не становится, только не потому, что, ну, если раньше все говорили о том, что сделайте нам, пожалуйста, газ. Газ сделали, и мы думали о том, что все, счастье наступило. А люди говорят о том, что, ну, газ-то, конечно, хорошо, а теперь бы хороший водопровод сделать. Водопровод сделали, но как же так? Почему уличного освещения нет хорошего, достойного, современного, как в городе Ульяновске сделали, уличное освещение? А где же тротуар? Насколько можно по дорогам ходить? И это хорошо, это бесконечно. Потом церковь, клуб и так далее. Да, и это хорошо. Поэтому мы говорим о том, что давайте мы определимся, какие вот приоритеты. И люди нам сами начинают наговаривать вот эти приоритеты. Когда мы, так сказать, достаточно быстро в рамках вот бюджета для граждан, у нас прям такой вот есть, ну, проект назовем его, да, и мы все это кладем, и мы видим о том, что да, люди говорят, ну, например, вот возвращаясь к вопросу, вот этим добрым словам Натальи Сергеевны, сказали недавно мне о том, что Сергеевич Христо ради, так сказать, не бросайте программу, связанную с ремонтом школьных стадионов и прежде всего школьных спортивных залов. Мы посоветовались с коллегами, вот я и сегодня буду встречаться с представителями школьного спортивного движения и пришли к пониманию о том, что в этом году мы можем найти у себя в бюджете, ну, скажем так, приличные деньги на такой вот, в идеальном состоянии привести, ну, при делах там двух десятков, трех десятков спортивных залов. Вот сейчас, если все, кто нас слушает, я говорю о том, что, уважаемые друзья, кто имеет желание, чтобы мы эти спортивные залы привели в идеальное состояние, обращайтесь, обращайтесь к нам, мы в ближайшее время, в течение, прямо буквально, недели, там, десяти дней должны окончательно определиться, куда направим деньги. Таким же образом мы хотели бы вот в ближайшее время, уже на следующей неделе, пообсуждать, как будем ремонтировать дороги, где, какие дороги будем ремонтировать, где, какие тротуары будем строить. Все это вот потом в какой-то степени, да, в прямом смысле этого слова, мы оформляем как наказы людей, потому что они и есть эти наказы, мы руководствуемся этими наказами. И я вот еще раз хочу поблагодарить и региональное отделение Единой России, и фракцию Единой России, и в законодательном собрании, потому что они раньше всех, я сразу ко всем обратился, партиям, движениям, которые принимали участие, например, в избирательной кампании и губернатора, и в Государственной Думе, независимо от того, выиграли, не выиграли, сказал о том, что, ребят, все, выборы закончились, а работа только-только по-настоящему начинается. Давайте все обобщим, поймем, значит, чьи это полномочия по этим наказам. Если у нас под эти наказы конкретная проектно-сметная документация, если что-то нужно строить, или какие-то разрешительные документы, все это быстренько обобщаем, и к принятию бюджета у нас должно все это быть. Вот Единая Россия поступила, вот ЛДПР поступила, ряд там небольших партий поступила, вот так, как я обратился. Сегодня в результате почти под 400 таких вот наказов есть. Мы планируем где-то почти под 200 наказов уже в этом году, в 2017 году исполнить. Под это выделили дополнительно как раз вот эти почти полтора-два миллиарда рублей. У вас теперь помощников в Государственной Думе значительно больше. Все выполняют наказы избирателей? Ну, не все. Не все пока. Далеко не все, значит, выполняют. Я пока вот там представитель КПРФ не наблюдаю, что называется. Так читаю изредка там в интернете, так сказать, его всякие, так сказать, там обеды и там недопонимания, да. Но если он решил так себя, так сказать, позиционировать, наверное, это его право. Он депутат Государственной Думы, ему видно, как он там дальше будет. Но бог с ним, я не про него. Надеюсь, еще не раскачался. Ну, может быть. По крайней мере, я вижу о том, что наши сенаторы, так сказать, Ирия Бухин и Харлов, вот уже на следующей неделе будут со мной встречаться. Мы с ними ежедневно, во-первых, и по телефону общаемся. И когда я вот приезжаю в Москву, мы обязательно встречаемся. Но вот мы на этой неделе будем с ними обсуждать ряд вопросов, связанных с устойчивостью бюджета. Кстати, могу сказать о том, что вот не все, конечно, за этими нюансами следят. Совсем недавно было принято решение на федеральном правительстве, которое внесло в Государственную Думу, а Государственная Дума, в свою очередь, поддержала вопрос об ужесточении политики в отношении субъектов Российской Федерации с точки зрения, значит, там, перечисления дотации нам. Это наши деньги. Но просто вот существует межбюджетное отношение о том, что дотации нам после принятия бюджета перечислять. Нам сегодня коллеги из федерального правительства сказали о том, что нет, вы, если не будете выполнять вот такие-такие-такие-такие-такие-то требования, мы вам тогда, значит, дотации будем сокращать. Мы Сергею Николаевичу, Вадиму Харлову, так сказать, там сказали, потому что, ребята, это неправильно, это не соответствует действующим законодательствам. Они проговорили с Ультином Ивановым Матвиенко, она достаточно глубоко погрузилась. Сегодня решение отмотали назад, то есть защитили интересы нашей территории. Конечно, на этой неделе буду, на следующей неделе буду встречаться и с нашими депутатами, там от Единой России приедут, в том числе и Володя Гутиньев, который тоже приезжал и избирался там Беспалу, там ряд других. И мы хотели бы, я хотел бы вместе с ними побывать на Авиастаре для того, чтобы мы поговорили и о модернизации наших предприятий, о наполнении фонда развития промышленности, о поддержке реального сектора экономики, в том числе и о защите наших интересов по Авиастару, потому что предприятие должно развиваться, оно уже выходит на крупную производственную программу и без их поддержки будет очень тяжело. Пока я ищу нужные вопросы из Димитровграда, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, как кормят детей в школах? Вот мнения разные, полярные. Мои, скажу, не жалуются, но вместе с тем в соцсетях встречаются, что и фрукты гнилые встречаются, и невкусные. Ну, мои тоже не жалуются, у меня тоже средняя дочь ходит в школу, младшая ходит в детский садик, но вместе с тем я тоже, так же, как и Дима, и Вы, хорошо зная о том, что есть полярные совершенно мнения, я вот даже вынужден был встречаться со многими родителями, которые мне рассказали о массе, так сказать, всяких неприятностей. Я, может быть, за не менее времени не буду их все пересказывать, я просто единственное хочу сказать, что, дорогие родители, никто не имеет прав, за исключением вас и Роспотребнадзора, заниматься этой темой. Не отдавайте никому эту тему. Вы посмотрите о том, что нужно сделать для того, чтобы контролировать. Я сказал, что если понадобится, мы готовы установить, в том числе, систему видеонаблюдения не только в производство, где готовится пища, но и даже по всему маршруту, по которому пища переходит. Я готов либо сам, либо, так сказать, с участием своих коллег из Министерства образования, руководителей муниципальных образований, каждый случай рассматривать на самом высоком уровне, для того, чтобы навести элементарный порядок. Я поэтому сказал, Дим, отвечая на один из ваших вопросов, о том, что мы реально будем заниматься в этом году и на следующий учебный год очень серьезной школьной медициной, потому что мы хотим поднять роль вообще здорового образа жизни, здоровья школьников. И вот если мы все объединим с вами усилия, у нас будет хороший результат. Ну, еще покажу в заключении я скверную картинку все-таки из Димитровграда. Люди жалуются, что там не чистят дороги и висят сосульки с многоэтажных домов. Вячеслав Геннадьевич, к сожалению, мы уже не сможем дать слово. Вот. Попросите его навести порядок. Ну, я попрошу его, конечно, навести порядок. Я хотел бы сразу, уважаемый Димитровградцы, извиниться, если есть такие недостатки перед вами. Команда молодая, команда привыкает к работе, команда, так сказать, настраивает свою работу. И уже на следующей неделе я побываю в Димитровграде вместе с руководителями правительства Ульяновской области. Мы там рассмотрим сразу несколько вопросов. Я, кстати, привезу с собой узких специалистов, то есть профессионалов своего дела из крупнейших лечебных учреждений для того, чтобы они оказали хорошую, качественную медицинскую помощь Димитровградцам. Кроме этого, мы рассмотрим о том, как идет завершение ядерно-медицинского центра и поговорим там о том, как навести порядок в жилищно-коммунальном комплексе и какую работу мы проведем по ремонту и содержанию дорог. Спасибо, Сергей.